Здравствуйте! В эфире ток-шоу «За семью печатями». Меня зовут Кристина Пугачёва. Есть известная поговорка «От тюрьмы до от сумы не зарекайся». К сожалению, жизнь много раз подтверждала ее горький смысл. И под термином «сума» здесь подразумевается именно нищенство. Действительно, оказаться на обочине жизни рискует каждый из нас. История знает много примеров, когда без определенного места жительства оказывались люди благополучные и успешные. Теоретически, остаться без дома может каждый из нас. Однако в зоне риска определенная категория граждан, социально незащищенных. Это одинокие старики, дети, которые вышли из приютов и не могут адаптироваться к реальной жизни. Или люди, которые попали в плен, ипотеки. Бомж. Эта аббревиатура вошла в обиход из языка милицейских протоколов в 70-е годы, когда задерживали лиц без определенного места жительства. А сегодня бомж — это отдельная категория людей, в которой есть даже своя классификация. Есть бомжи-бутылочники, металисты, инвалиды и даже интернет-бомжи, которые пытаются найти себе жилье через интернет. Как же быть? Как помочь этим людям стать счастливыми? Как им помочь найти свое место в жизни, жилье и работу? И, наконец, как самим уберечься от этого явления? Итак, тема нашей сегодняшней передачи — без определенного места жительства. Мифы и реалии. Для начала я задам вопрос аудитории. Что для вас значит человек без определенного места жительства? Меня зовут Роман. У меня сложные, неоднозначные отношения. В основном мне их жалко. Но я, видимо, взрослее стал отходить от сантиментов и такое ощущение, что они живут в параллельном мире. И вообще мы к ним очень привыкли. К тем, кто просит милостыню в переходах, в электричках. И выработалось некое недоверие. Спасибо. Еще есть мнение? Меня зовут Елизавета. Я думаю, отношение к таким людям должно быть понимающим. Потому что многие из нас в любой момент могут оказаться в какой-либо ситуации, из которой им будет тяжело как-то выбраться, найти правильный выход. Ведь эти же люди такие же, как мы все. Меня зовут Меркулов Тимофей. Я отношусь к этим людям как-то настороженно. Потому что бывают такие случаи, когда, например, они просят милостыню, а на самом деле скрывают за этим какое-то дело. Например, просят деньги для того, чтобы пойти и купить, например, то же спиртное. И чтобы опять окунуться в этот образ жизни. Но я вот, когда у меня были такие случаи, я просто шел в магазин с этими людьми и покупал что-то им покушать. Например, если они просили для этого. Понятно. Спасибо. Ну что же, настороженное отношение к людям без определенного места жительства, наверное, оправдано. Но в то же время отраду понимать, что наши сегодняшние гости понимают, что зачастую этим людям требуется помощь. Кстати, среди бездомных есть даже свои знаменитости. Давайте посмотрим на экраны. Нищий китайец Силии Гэ популярен в социальных сетях. Несмотря на то, что носит он рванину, является практически иконой стиля. Хотя сам от желающих сфотографировать его шарахается. 43-летний серб Братислав Стоянович решил поселиться в могиле своих предков. После того, как банк за долги выселил его на улицу. Курт по прозвищу «Жестяная банка», будучи самым настоящим бомжем, на самом деле оказался миллионером. Свободный от сбора стеклотары время, он играл на бирже. И за его наследство даже бились вдруг откуда-то нашедшиеся родственники. А иранский отшельник Амоа Хаджи спит в яме и никогда не моется. А в дар от туристов принимает только сигареты. И говорит, что вполне счастлив жить таким образом. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора «Бомж. Мифы и реалии». Снять печать и тайн с этого сложного вопроса нам помогут эксперты. Наш постоянный эксперт-психолог Светлана Александровна Шевлякова. И руководитель Тверского комплексного центра социального обслуживания населения Наталья Валерьевна Белова. Наталья Валерьевна, начну с вопроса статистики. Есть ли данные по нашему региону и по нашему городу? Сколько у нас бездомных бродяг? По каким вообще критериям этим людям присваивают такой статус без определенного места жительства? Как раз без определенного места жительства это первый критерий, по которому они попадают в эту статистику. Статистика, конечно же, есть. Она ведется комплексными центрами как города Твери, теперь это уже один комплексный центр, так и области. За 2013 год нами зарегистрировано 309 граждан, которые либо сами обратились, либо по сигналам общественности. За первый квартал 2014 года уже более 100 человек зарегистрировано по области. Тверью зарегистрировано 48 человек. Всем этим гражданам были оказаны те или иные виды помощи. Вот хотелось бы подробнее о них узнать, какие они бывают. Хорошо. Часть из них была благополучно устроена в социальные учреждения как города Твери, так и Тверской области. Юридическая помощь была оказана части гражданам, государственная социальная помощь, то есть это в денежном выражении они получили помощь, натуральная помощь, также услуги психологов, которые трудятся в наших комплексных центрах. В комплексных центрах существуют такие отделения, как отделение срочной социальной помощи. Специалисты этого отделения и занимаются этими гражданами. То есть они прямо с ними работают? Да, конечно. Они не выявляют их как-то целенаправленно. Они к нам попадают, либо придя сами за помощью, обратившись к нам, либо по сигналу граждан мы выезжаем. Ну, происходит обследование, составляется какая-то беседа, анализ. И тогда уже принимаются решения, как быть. То ли нужна срочная госпитализация, и тогда спасибо огромное нашим медикам. В частности, хочу поблагодарить четвертую больницу. Они всегда идут нам навстречу, хотя их тоже можно понять, у них с этим тоже свои трудности. Они этих людей кладут на обследование, они оказывают им первую помощь. Те, кто не попал в больницу, как правило, потом перебазируются в Дом Милосердия. Руководитель Тверского Дома Милосердия Сергей Кузьмич Бугреев как раз сегодня в нашей студии. Сергей Кузьмич, расскажите, как бездомные люди, попадая к вам, какую помощь они могут получить? В наше учреждение бездомные люди попадают по нескольким вариантам. Они могут обратиться самостоятельно, и с ними начинают работать наши специалисты. Но самостоятельно обратившиеся граждане, мы работаем больше не отсылая их ни в какие комплексные центры, и не изучая только те, которые раньше находились в местах лишения свободы. С другими же гражданами, как уже было сказано, занимаются комплексные центры социального обслуживания населения. И на месте выясняют причины, что это за человек, почему он находится на улице, а не, допустим, проживает в квартире. Потому что некоторые граждане... Так часто бывает, что у них есть квартира? Конечно, бывает это очень часто, что родственники просто не пускают. Бывают, что соседи по коммуналке закрывают и не пускают. Бывают ситуации такие, когда дети не пускают родителей, родители не пускают детей. И вот выяснение этих обстоятельств занимаются комплексные центры. Они составляют соответствующий акт. И на основании этого акта принимается решение о размещении в нашем учреждении. После, естественно, прохождения медицинских анализов об отсутствии противопоказаний для размещения в учреждении. Размещение это постоянное? Нет. Наше учреждение предназначено для временного проживания. Граждане, которые проживают в социальной гостинице, у них срок проживания до двух месяцев. У граждан, которые находятся в отделении стационар, срок проживания шесть месяцев. И за этот срок что они должны сделать и что должны сделать сотрудники? Какая? Граждане, которые попадают в отделение стационар, это те люди, которые имеют инвалидность, пусть иногда даже не оформленную документально. Но люди, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. А в отделении социальной гостиницы попадают граждане, которые способны сами себя обслуживать, находятся в трудоспособном возрасте. И поэтому срок их пребывания у нас ограничен двумя месяцами. За это время и те, и другие граждане решают вопрос об своем жизнеустройстве. Они сами его решат? Как им помогают это сделать? Мы им помогаем, потому что обязательно человека направляем в зависимости от конкретной ситуации. Мы помогаем в восстановлении паспортов, восстановлении каких-либо там трудовых книжек, других документов, оформлении пенсии. Как раз, насколько я знаю, вопрос документов один из самых сложных для людей, которые бездомные, потому что часто возникают бюрократические сложности. Например, когда нужно, грубо говоря, пойти получить документ какой-то, тебе нужно иметь паспорт, а паспорта нет. Вот как этот вопрос решается? Какое есть содействие в этом? Это является достаточно сложным вопросом, который длится, но в зависимости, опять-таки, от ситуации, был ли у человека раньше паспорт, являлся ли он гражданином Российской Федерации, или паспорт был утерян. Кстати, а считается ли человек, который бродяжничает в Твери, жителем Твери для города, когда он приходит просто в Дом милосердия, у него нет документов никаких? С точки зрения миграционной службы, раз нет документов, нет прописки, он, значит, получается, что он не житель. Но с точки зрения фактического нахождения человека, он житель. И мы в таких ситуациях, к нам в наши учреждения попадают граждане, которые иной раз попадают они и из больницы, и из улицы, которые не имеют вообще никаких документов. И работа по их адаптации к жизненным условиям начинается буквально с того, что они рассказывают, как мы пишем в документах, с их слов. И постоянно мы ведем вот эту вот работу по восстановлению документов, паспортизации людей и последующие уже восстановления документов. Ну, я думаю, это действительно очень важно для человека, который к жизни не приспособлен и который не может даже собраться с силами. Ну, вот за 10 лет работы нашего учреждения, за 13 даже поправлюсь, так, с 2001 года по 2013 год, нашим учреждениям оказана помощь в восстановлении паспортов. Восстановлены паспорта 132 человека, так. И после этого, уже когда восстановлен паспорт, тогда уже человек в зависимости от конкретной ситуации, от его состояния здоровья и тому подобное, то ли решается вопрос с его трудоустройством или оформление инвалидности и дальнейшим переводом в дома интернета. Спасибо. Схема ясна. Хотелось бы поговорить о психологическом моменте бродяжничества. Как вообще получается так, что очень много у нас бездомных людей, Светлана Александровна? Почему? На ваш взгляд. Мы уже говорили о том, что у каждого есть свои причины, и они являются и социальными причинами, и экономическими причинами. Но есть еще одна категория людей, которые бродяжничают в связи с психологическими причинами. Я знаю, что их тоже достаточно много, около 20%, может быть, даже больше. Их достаточно много. Во-первых, это люди, у которых отсутствует социальный интеллект. Эти люди, которые не могли адаптироваться, и не в кругу своей семьи, это раз. Не в кругу коллектива, не в кругу общества, сообщества. Люди, у которых очень серьезный внутриличностный кризис и конфликт. И эти люди, имеющие деструктивное и сознание, деструктивную психику, у которой отсутствует волевой компонент психики, потому что жизнь — это всегда преодоление. Жизнь — это всегда стремление, это работа над собой, это развитие. Вот у человека нет такой силы духовной, чтобы что-то преодолеть. И в конечном итоге человек течет по реке, как бы говорится. Он привыкает находиться вне цивилизации, вне общества. И вот с этим уже, наверное, сложно бороться. Иногда даже не только дети, которые убежали из дома, или алкоголики, наркоманы, даже просто целые семьи живут на улице и уже привыкают и не хотят с этим бороться, не хотят выйти из этой ситуации. Как объяснить этот феномен? Ну, этот феномен привыкания. У человека, у психика человека имеет такой вот механизм адаптации. Психика человека не адаптируется только к одному феномену — феномену боли. А всё остальное человек может адаптировать, психика адаптировать его ко всему, к чему угодно. Дело в том, что когда человек уходит из социума, человек же биосоциальное существо, и человек уходит из социума, получается только биосущество. И вот это социальное, оно, в общем-то, природой, программа социальной природы нам не предназначена. Нам самим приходится решать очень многие проблемы. Иногда люди просто не в состоянии эту проблему решить. Есть блокирование, и человек просто опускает руки, и ему легче. И тогда ему, знаете, становится легче. Просто плыть по течению, конечно. И не чувствовать ответственности за себя, за свою судьбу. Конечно, конечно. А тем не менее ему всё-таки нужна помощь. Помощь. И я хочу обратиться к аудитории. Наверное, у каждого были такие моменты, когда приходилось сделать выбор. Это очень трудно, да? Такая дилемма, какая-то сложная. Ты знаешь, что у тебя никаких выборов и выходов нет. И вдруг ты смиряешься и говоришь, пусть будет, что будет. И тогда становится очень легко и спокойно на душе. А, пусть будет, что будет. И вот так вот семьи точно так же уходят, вот просто уходят из социума, живут так. Ну, это совершенно деструктивный путь, на мой взгляд. Очень деструктивный путь. Очень деструктивный путь, да. Ну что же, на дне жизни люди оказываются по разным причинам. И зачастую они отказываются от помощи, но тем не менее всё равно в этом нуждаются. И здесь на выручку должны прийти государственные учреждения или просто неравнодушные люди. Сегодня у нас в гостях как раз человек, который оказывает помощь бездомным людям. Встречайте. Руководитель фонда «Рука помощи» Татьяна Арсеньева и её подопечный Евгений Шматов. Как мы уже говорили сегодня, чаще всего реакция на людей без определённого места жительства такая. Мы их просто не хотим замечать. Как получилось так, Татьяна, что вы самостоятельно приняли решение помогать им? Я никогда не была ни алко- ни наркозависимой. Но расцвет жизни моего поколения, он пришёлся на те лихие 90-е годы. И вы знаете, очень много людей не смогло пережить эти годы. Они оказались выброшенными. Выброшенными из жизни, выброшены из семей, особенно мужчины. Они не справились с этой ситуацией. Они оказались за бортом. И в конце концов, увлекаясь алкоголем, всё больше и больше погружались на дно жизни. И это проблема моего поколения. Потому что мужчины моего возраста, очень многие, сегодня приходят на то место, где мы кормим этих бездомных людей. А как долго вы этим занимаетесь? Три года. Около трёх лет назад я и группа таких небезразличных к этой проблеме людей, мы собрались и решили заняться тем, чтобы помочь вот таким людям. Вы знаете, это люди, которые не просто люди с тяжёлой жизненной ситуацией или люди вышли из социума, они на самом дне. Это люди, которые вообще не могут выбраться из данной ситуации самостоятельно. У всех у них свои сложности, но сложности наверняка есть у тех, кто им помогает. Вот с чем вам приходилось сталкиваться? Эти люди, вот они сами никуда не идут. И мы пришли к ним сами. Мы пришли к ним. Мы пришли к ним и договорились о том, что один раз в неделю мы будем привозить им горячую пищу, помогать медикаментами, какой-то одеждой. Но я думаю, против этого никто не будет. Никто. А какие-то дальнейшие шаги, поиск места в жизни, поиск работы? Конечно, кормить это не цель. Кормить можно годами. Цель помочь тем, кто желает выбраться, опять же, тем, кто желает выбраться, помочь выбраться из этого положения. И это возможно только вырубав их из круга общения, в котором они находятся. Потому что человека можно накормить, человека можно помыть, побрить, привести в порядок. Но если он вернется опять туда, где он сейчас находится в данный момент, он... Здесь печальная статистика. 9 из 10 людей, которые сталкивались с такими проблемами, как раз все-таки возвращаются потом, несмотря ни на что. Но один все-таки выходит и начинает новую жизнь. Евгений, расскажите нам свою историю. Как получилось так, что вы остались без жилья? Ну, жизнь в прошлом, она... Я проходил мимо таких людей, я их не замечал. Никак мое сердце не сострадало этому. Но вот однажды, как бы очередной раз, она у меня вся в криминале. Освободился я, и получилось так, что я оказался без квартиры. Вот, и близких, и своих родных у меня не было никого. И очередной раз, как бы, он такой был, не как в прошлые разы. Как бы, ну, не было вообще никого. Если раньше это были какие-то друзья, знакомые, то тут как будто никого не оказалось. Абсолютно один остался. Да, вообще. И как долго длилось вот это состояние? Без жилья, без друзей, без родственников? В процессе года это вот так вот я, это, ну, ушел в подвал, в подвале жил, короче, вот так вот. А какую-то помощь в это время вы пытались найти? Да нет, так не странно. Ну, не знаю, ну, наверное, поймал вот эту зону комфорта, что я выпал из этого. Вот о том, как раз говорили, да, Светлана Александровна? Выпал из этого, как бы, ну, и интересный такой момент, что как бы по накатанному, как по волне, по течению текешь. Но все же, что вас с этой волны сняло? Как бы, общаясь с людьми такими же, как я, услышал в разговорах, что есть такие реабилитационные центра и есть, как бы, кормление вот бездомных. Я начал посещать вот эти вот кормили, не потому, что там кормят, а потому, что через это я мог куда-то попасть, как говорят, реабилитационные центра, да, и чтобы там как-то выбраться из этого, потому что понимал, что, ну, не для этого, ну, вообще сущность-то от жизни, ведь не для того, чтобы вот умереть на трубах и в этом подвале, не для этого, как бы. И вот, вот таким образом я попал на кормление бездомных, и потом уже дальше я попал в реабилитационный центр. Вот, находясь в реабилитационном центре, там определенный период, год, вот, я там пробыл еще, и дальше больше вот сюда приехал. Сейчас вот чем вы занимаетесь? Сейчас я занимаюсь, участие также принимаю, что вот кормление бездомных, вот. То есть помогаете еще таким же? Да, 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 да. И цель такая же, чтобы, как и я, находясь в таком положении, помочь тем людям, которые сейчас находятся тоже, вот. У вас есть работа, наверняка, какие-то планы дальнейшие на жизнь? Да, конечно, я работаю коммунальным, это самое, сантехником, ЖО-5, и моя невеста, она сюда приехала тоже из Красноярска. То есть вы собираетесь создать семью? Да, создать семью. Я думаю, стоит поаплодировать, наверное, этому. Евгений, что бы вы посоветовали людям, которые так же, как и вы когда-то, вот сейчас находятся в трудной ситуации и не хотят ничего делать или не знают, что им делать? Как бы находясь вот в таком же положении, я не знаю. Я был таким же трудным, до меня нельзя было достучаться никак вот вообще, потому что помощь, я думал, что не нуждаюсь в этой помощи. Но что бы я мог сказать? Ну, я думаю, что нужно откликнуться все-таки на тот позыв, какой хотели бы мы предложить, чтобы люди все-таки, я думаю, это спасение, как человека, что он бы все-таки освободился от этих вот оков, вот этого нищенства, оков вот этого небытия. Я думаю, в этом выход. Я хочу добавить то, что у нас вот сейчас, в данный момент, у нас в Твери, вот для таких людей, вот есть дом милосердия, есть, то есть государственные учреждения, и это очень хорошо. Но эти люди, они почему-то не идут в эти государственные учреждения. Они боятся? Вы знаете, этот образ жизни, они даже не боятся, они не доверяют. Может быть, это тот момент, когда они теряют доверие к обществу вообще в принципе, и в частности к учреждениям государственным? Ну, тут причин может быть очень много, но основные причины, потому что в нашем государственном учреждении существуют определенные правила и порядок. И вот эти граждане, которые привыкли к свободному образу жизни... Сложно себя вытирать. Да, их совершенно не устраивает этот вариант. У нас утвержденный распорядок дня, у нас устав, правила приема, проживания. Опять-таки, не санаторий. Вот я хотела добавить, вот, коллеги, вспомним притчу, сказку о двух лягушках, которые, попав в одну кринку с молоком, одна молотила лапками до самого конца, и в итоге сбила этот кон масло и спаслась, вторая опустила руки и погибла. Даже вот в речи Сергея красная нить идет, что нет желания, должно все равно быть желание выйти из этого замкнутого круга, иначе ни один психолог, ни один человек... Не зря же существует понятие социальная адаптация. И вот как пройти эту социальную адаптацию? Мы все живем в обществе по определенным нормам и определенным правилам. У человека должно возникнуть желание вернуться. Вот если оно появится, хоть мизерное, вот здесь все наши службы станут одна с другой и помогут. Но если у человека... Мы не сможем разбудить это желание, и оно у него будет только отторжение вызывать. Я сомневаюсь в успехе. Но хотелось бы вернуться... Вот мы сейчас говорим больше о взрослых людях, но тем не менее среди тех, у кого нет дома, очень много молодежи, у которых в принципе нет никаких причин, которых удерживают от поиска работы. Почему они все-таки выбирают вот такое вот времяпрепровождение на помойках, на свалках, а не в нормальном обществе, на нормальной работе? Ну, я могу сказать, что и у молодежи не у всех есть документы, это раз. Вот, это тоже. И это одна категория людей, которые теряют документы и которые попадают в сложные жизненные ситуации. Но еще это у нас выпускники детских домов, вот, это у нас люди, возвращающиеся из мест лишения свободы, и у них есть документы, но еще есть время, пока эти документы, пока документы будут восстановлены, какое-то время... Ну, это тоже, да, вопрос такой социальной адаптации после сложных ситуаций. А есть ли вот какая-то предрасположенность вообще? Я скажу сейчас, я хочу сказать, что есть определенный люфт такой психологический, когда человек еще может вернуться свободно к нормальной жизни. Это три месяца. Такое маленькое время. Да, очень маленькое время. Если человек более трех месяцев находится в состоянии вот такого пребывания на улице, все, он начинает адаптироваться, у него переключается психика, и он начинает там находиться. Ему очень сложно. Я сейчас слушала вот нашего гостя, он сказал очень важную вещь, что он захотел, он понимал, что он создан не до этого, его жизнь не до этого. То есть возвращается только тот, которого есть заложена ценность в его модели мира, ценность жизни, смысл его жизни, и тогда этот человек вернется. Но вот, к сожалению, у нас сейчас очень много проблем психологических у молодежи. У нас у молодежи такая проблема — инфантилизм. И молодежь, психологический возраст молодых людей гораздо ниже их физиологического возраста. Поэтому, сталкиваясь с проблемами, с трудностями, вот в них не воспитана вот эта модель преодоления. И человек, наталкиваясь на любую маломальскую проблему, а у молодежи эта проблема, я хочу сказать какая. Прежде всего, это взаимоотношения с семьей, с близкими, это абсолютное непонимание отцов и детей, может быть. Уже говорил наш уважаемый гость, что родители не пускают детей домой. В моей практике это есть. Родители не могут наладить отношения с детьми, они их деструктируют сами. Они постоянно им дают установки негативные и программируют их на негативизм. Да, они детей как бы, как архитекторы, они формируют своих детей. То есть они в детях своих закладывают программу негативной. Получается этот же результат. Получается этот же результат. Поэтому ему легче уйти и где-то быть, где он чувствует себя несколько свободным. Он чувствует себя... Получается, один из мотивов, который приводит людей на улицу, это желание сводиться от человека. И отсутствие, конечно, волевого компонента в психике. Потому что воля, она не рождается с человеком. Она формируется в процессе воспитания. И формируется она очень, очень маленькое время. То есть с трех до семи лет у человека волевой компонент закладывается. Если в этот момент ничего подобного не было, но нет этой модели. Человек это... Мозг человека это некая программа. Но нет этой программы. И человек не в силах это преодолеть. Хотя, может быть, другим со стороны это непонятно. Но тот, кто это переживал, которому нужно было что-то решить, и он не мог. Он все время отступал. Наверное, поймут меня и примут то, что я говорю. Ну что ж, желание человека отгородиться от социума – это либо влияние общества, либо следствие глубоких психологических причин. Люди остаются без дома, ломаясь под напором жизненных обстоятельств или просто не желая заботиться о себе. Говорить об этой проблеме можно еще много, но, к сожалению, рамки нашей программы ограничены. Сегодня мы снимали печать недосказанности со сложного и социально значимого вопроса о судьбе бездомных людей. Наши гости дали экспертные советы тем, кто находится в ловушке нищеты. И прежде всего, они не должны опускать руки. Еще мы выяснили, что большинство из нас относится к таким людям сочувствием. Но вот реальную помощь готовы предложить далеко не все. Что уж скрывать, чаще всего мы отворачиваемся от этой проблемы. Так же, как и от дурно пахнущих людей в оборванной одежде, проходя мимо них на улице, хотя даже не знаем, почему они оказались там. Ведь чаще всего это не их вина или наказание, а беда. Причем беда всего общества. И бороться с ней можно только совместными усилиями. Всего доброго!